Путь к исправлению или новый ГУЛАГ. В Красноярском крае планируют расширять практику так называемых принудительных работ. Это вид наказания, при котором заключенные не сидят в тюрьме. Они живут в специальных общежитиях, работают на городских улицах. Почему такое наказание набирает популярность, узнавал Виктор Бородин. Не пьют и на смену не опаздывают. Спокойно делают свою работу. Это бригады заключенных. Они убирают снег с городских улиц, ремонтируют окна и разгружают контейнеры. Такое вид наказания называется принудительные работы. Сергей трудится на агротерминале. Говорит, условия помягче, да и пользу обществу приносит. В городе постоянно мы порядок наводили на город, ездили, чистили улицы, дороги. То есть какую-то лепту свою вносишь, тоже мне это понравилось. На такие работы посылают людей, осужденных, например, за мелкое воровство и пьяную езду. В лагере они не живут. У них есть специальные общежития. Интерьер скорее напоминает хостел. Комнаты на несколько человек, общая кухня и телевизор. Алексей Карандашов считает такое наказание самым гуманным из всех возможных. Здесь свободное время, можно и порисовать, и книжки почитать. Но самое главное, разрешают видеться с родными и гулять по городу. Посещаю магазины, использую деньги, телефон. И то есть вокруг меня находятся также, ну допустим, алкоголь, еще какие-то там вещи, которым я вырабатываю иммунитет, я равнодушен к этому. Сотрудники ГУФСИН ласково называют заключенных «наши мальчики». Говорят, работодатели от них в восторге. Дисциплина в бригадах по понятным причинам на высшем уровне. Но самое главное, это не бесплатная рабочая сила. Заключенные получают зарплату. Она должна быть не меньше прожиточного минимума. Отправить человека обратно в тюрьму могут в следующих случаях. Это употребление, либо хранение запрещенных предметов. К ним относятся как раз алкогольные напитки, наркотические вещества. К ним относятся самовольные оставления территории на срок свыше 24 часов. Часть правозащитников позитивный настрой не разделяют. В сети активно проводят параллели со сталинскими лагерями. Мол, заставляют людей работать из-под палки. Однако, по официальной статистике, жалоб от заключенных в нашем регионе почти не поступает. Да и процент рецидивистов среди них небольшой. Но какие претензии? Они живут практически в условиях свободы. Питание отличное, условия содержания нормальные, обращение персонала нормальное. После того, как они прошли принудительный центр, они начинают понимать, что жить на свободе лучше. В ближайшее время подобная практика будет только набирать обороты. В Красноярском крае появятся еще два исправительных центра – Каннский и Минусинский. Это значит, что людей, отправленных на принудительные работы, будет больше 600. А сейчас заключенные работают, в том числе и на севере края. Что касается общероссийской практики, на прошлой неделе Владимир Путин одобрил идею отправить на принудительные работы 100 тысяч человек. Виктор Бородин, Валерий Чащин, 7 канал.